Насколько она приятна во всех отношениях, она сегодня представит нам доклад, о котором сама расскажет, наверное, в лучшем виде. Так что, прошу, Елечка. Так, доклад называется «Различные виды нарушения памяти и когнитивных способностей и профилактика». С вами хочу сказать, чтобы в мою задачу не входило подробное описание структуры мозга и подробное описание механизмов формирования и функционирования памяти. Это моя специальность и, в общем-то, я памяти когнитивных способностей, когнитивные, мыслительные, умственные, познавательные способности. Ну, только остановлюсь на тех понятиях, которые нужны для понимания того, что я буду излагать. Сначала немножко о структуре мозга. Мозг человека состоит из большей его части, это передняя доля мозга, которая занимает 75% всего объема мозга и 80% его веса. Она состоит из лобной, височной, теменной, затылочной долей. Ну, во-первых, разделена, это все знают, да левая и правая полушария, и каждая полушария вот состоит из этих долей. Покрыта корой головного мозга. Кора имеет толщину всего 2-4 миллиметра, но поскольку там множество избили, то ее общая площадь примерно 2 квадратных метра. В глубине височной области находится важная очень для памяти и для когнитивных способностей образование, лимбическая система. Туда входят таламус, гипоталамус, гиппокампус. Особенно важный гиппокампус для памяти и когнитивных способностей. Базальные ганглии. Вот, ну, вот основные разделы мозга, которые, в общем-то, будут упоминаться. Теперь остановимся на понятиях. Память. Память – это такая способность человека воспринимать, перерабатывать, сохранять и воспроизводить информацию. Память делится на кратковременную память и долговременную память. Кратковременная память включает в себя... Тут есть следующая картинка о памяти. Там она включает в себя несколько таких видов. Это память эпизодическая, которая отвечает за сохранение вновь поступающей информации. И при ее... В общем, несколько видов памяти. Эпизодическая, семантическая. Да, вот это виды памяти, вот системы памяти. Семантическая память, которая нам сохраняет образы, известные уже образы. Например, вот человеку, у которого нарушена эта память, он не может назвать предмет. Или если ему называешь предмет, он не может его описать. Процедурная память – это память, которая отвечает за автоматические наши действия. Если эта память нарушена, то человек забывает такие автоматические действия, как, например, «не сдали на велосипеде», «не сдали на машине» и другие, которые мы делаем автоматически. И еще один вид памяти – это, как я сказала, процедурная память. Еще память рабочая – это тоже память, которая отвечает за то, что сохраняется в мозге информации. И можно многостепенчато потом запоминать постепенно информацию. Что касается когнитивных способностей, еще можно сказать, будут синонимы когнитивной активности, когнитивной функции. Это вся мыслительная деятельность человека. Это всегда включается, во-первых, способность концентрации внимания. И, кроме того, все сложные процессы, происходящие в мозгу, такие как способность планировать, способность ставить задачи, решать задачи, способность к абстрактному логическому мышлению, ну и другие все сложные функции, которые выполняются в мозге. Теперь я остановлюсь на тех изменениях, которые связаны с возрастом. Так называемые нормальные возрастные изменения. Мы все знаем, что с возрастом наша память, как бы, несколько так, ухудшается. Мы вдруг начинаем забывать какие-то слова или, когда нам нужно, в необходимый момент мы не можем вспомнить какое-то слово. Или с большим трудом не только память ухудшается, а также ухудшается скорость обработки информации, скорость нашего восприятия, скорость... И, ну, другие все когнитивные процессы как бы забегляются. Принятие решений нам дается с трудом. Что является причиной таких изменений? Ну, во-первых, это некоторая атрофия мозга. Раньше считалось, что очень много клеток мозга гибнет с возрастом. На самом деле это не так. На самом деле не так много клеток мозга гибнет. И в то же время, в отличие от предыдущих представлений, проходит нейрогенез. То есть появляются клетки, вот не размножаются, но могут появляться в результате нейрогенеза и могут появляться новые клетки. Но, тем не менее, масса мозга уменьшается. То есть получается как бы сжатие мозга. Второе, мозг продуцирует меньшее количество многих нейромедиаторов. Нейромедиаторов, нейропередатчиков, которые передают информацию. Количество этих... Это медиаторы, множество различных медиаторов. Главное из них – это дополин, ацетилхолин, также серотонин и многие другие, множество нейромедиаторов. Мало того, что их количество уменьшается с возрастом, особенно дополин, ацетилхолина. Кроме того, уменьшается количество синапсов, и уменьшается количество рецепторов, которые воспринимают эту информацию. Кроме того, с возрастом уменьшается до 20% снабжение мозга кровью. Ну, в результате общего состояния здоровья, сужение сосудов уменьшается. Кроме того, что уменьшается количество крови, поступающей в мозг, уменьшается и ухудшается перераспределение этой крови в мозгу. И еще одна причина – это с возрастом увеличивается уровень свободных радикалов. Водные радикалы – это побочные продукты диетико-стеклеток, и они являются токсичными во всем организме, и в том числе и в мозге. Факторами риска возрастных изменений у человека я их только назову сейчас, а потом, когда буду говорить о профилактике, более подробно раскрою эти факторы риска. Один из факторов риска – это общий такой фактор риска, проблемы, возникающие с возрастом, проблемы со здоровьем. Нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, повышение кровяного давления, увеличение уровня плохого холестерола, холестерола низкой плотности, и наоборот, уменьшение хорошего HDL, то есть высокой плотности холестерола. Кроме того, очень важным риском фактора является ГМР, а также депрессия. Вредные привычки относятся к факторам риска во временных привычках, отмечу, курение и избыточное употребление алкоголя. Дальше неправильное питание, избыточный вес, недостаточная активность, физическая, социальная и умственная, мышлительная активность. Кроме того, к факторам риска относятся хронический стресс, нарушение сна, действия вредных факторов внешней среды. О профилактике этих изменений я буду говорить в конце доклада, потому что профилактика во многом одинакова для всех нарушений, касающихся возрастных нарушений и касающихся этих нарушений, которые приводят потом к болезни алкоголя и других заболеваний. Теперь перейдем к классификации, пожалуйста. Вот там есть табличка. А, это я пропустила. Это картинка, которая показывает, как различные виды, где находятся, я опустила, в какой части мозга находятся различные части, ответственные за различные разделы памяти и когнитивные способности. В основном это фронтальная, фронтальная, височная части мозга, а также лимбическая система, гипоталапус. Ну, это то, что я говорила раньше, так, что это пропустила. Когда я говорила еще о мозге, я пропустила большой кусок, о котором нужно было рассказать. Это то, что главная клетка, главная в структуре мозга – это нейрон. Нейрон – это нервная клетка, нервная клетка, 90% нервных клеток находятся в коре головного мозга, и нервные клетки, отвечающие те нервные клетки, которые отвечают за перенос информации, перенос информации в том числе и при памяти, при когнитивных всех процессах, главное – это перенос информации. Вот клетка, нервная клетка состоит из основной клетки, сомы, клетка с ядром и отростков. Множество отростков более коротких, как дендритов, которые составляют сеть дендритную, и один очень длинный отросток, может быть, в тысячу раз длиннее самой клетки – это аксон. В боске имеется примерно около 100 биллионов нейронов, и каждый этот нейрон может быть связан с 10 тысячами других нейронов. Таким образом, получается сеть, в которой будет где-то тысяча триллионов синапсов. И что такое синапс? Вот тут вот это показано строение синапса. Это на конце аксона информация передается электрохимическим путем. И вот на конце аксона находятся пузырьки, в которых имеются огромные тысячи пузырьков, в которых имеются тысячи различных молекул передатчиков, нейроконспитеров, нейропередатчиков. И через эти химические передатчики передается информация, которая воспринимается концом, концом дендрита, на котором имеются рецепторы. Таким образом, электрохимическим способом передается информация, и все процессы, которые происходят при образовании, так сказать, функции памяти и когнитивных способностях, распространяются в мозгу таким образом. Ну, это то, что я пропустила. Теперь мы перейдем дальше. У нас идет классификация различных видов деменции. То есть мы уже переходим от так называемого нормального строения к виду нарушений. Мы привыкли все, что когда мы говорим о деменции, мы сразу думаем о болезни Альцгеймера. На самом деле, болезнь Альцгеймера действительно одна из самых частых причин, но есть и много других причин. Во-первых, они делятся на обратимые и необратимые нарушения. Вот обратимым нарушениям относятся, во-первых, недостаток различных витаминов. Ну, известно, что при недостатке витамина В12, просто в одном недостатке витамина В12 значительно может развиваться деменция. Очень важным является витамин К. И, ну, кроме того, необходимо в организме, чтобы был баланс всех других витаминов, поскольку они ответственны как за борьбу с оксидантным средством, за борьбу с воспалительными изменениями, и за либидные, многое другое, что необходимо для сохранения памяти и когнитивных способностей. Кроме того, второе – это побочный эффект действия лекарственных препаратов. С возрастом лекарственные препараты, которые принимаются человеком, они хуже перерабатываются. В печени наблюдается снижение метаболизма, почки хуже выводят продукты разложения лекарственных веществ. И, кроме того, пожилой человек принимает в среднем где-то 5 лекарств, которые выписываются по рецепту, и где-то 3 лекарства, которые, ну, в среднем, которые человек без рецептов получает. Таким образом, в общем, это большое количество, которое может взаимодействовать между собой неправильным образом, приводит к нарушениям как памяти, так и когнитивных, может приводить. Но это относится к обратимым изменениям. Если мы, так сказать, исправим это, если будем знать, какие лекарства действуют, есть такие лекарства, которые сами по себе очень плохо действуют на память. Например, это особенно относится к антихолинестеразным препаратам, то есть те, не анти, а наоборот, холинестеразным, которые уменьшают количество ацетилхолина в мозгу. А эти препараты, эти компоненты имеются в очень многих лекарственных препаратах. Например, в препаратах противоаллергических, противоосматических, в некоторых обезболивающих, в некоторых статворных, которые даже... Многие из этих лекарств продаются без рецепта и могут приниматься несколько таких препаратов сразу, что вызывает действие, в общем, снижение ацетилхолина. Многие снотворные препараты, многие успокоительные препараты также отрицательно действуют на память и на когнитивные способности. И третье – это различные нарушения в состоянии здоровья. Но это не те, которые, я уже говорила, не те, которые являются фактором риска, а те, которые непосредственно могут влиять. Это больше всего те, которые вызывают гормональный дисбаланс в организме. Например, заболевания щитовидной железы или болезни Кушинга. Кроме того, это воспалительные заболевания мозга, некоторые инфекции, гидроцефалия или гематомы в мозгу. Заболевания, которые непосредственно воздействуют на мозг. Это необратимые изменения. Но необратимые они потому и необратимые, что, в общем, если знать их причину, то можно как-то их предотвратить или уменьшить. Необратимые изменения, я их несколько. Чаще всего я уже говорила, что это болезнь Эльцгеймера, но начну я с других. Второе по частоте заболевания – это фаскулярная деменция. Фаскулярная деменция – это, как понятно из названия, это деменция, когда она бывает в 15-25% случаев. И связана она с несколькими причинами. Но главная причина – это большие инсульты, инфаркты, которые захватывают участки мозга, поражают часть участка мозга. И таким образом, конечно, эта часть мозга выключается уже из деятельности. Но кроме больших таких инфарктов, инсультов, очень важны мелкие микроинфаркты, которые могут быть даже человеком незамечены. И каждый из них, может быть, и не вызывает большого изменения, но когда их много, то тоже они как бы часть выключают, часть мозга из деятельности. Кроме того, имеет значение и нарушение сосудов, воскулиты, то есть воспалительные изменения капилляров или отложение амилоидов вдоль капилляров, которые тоже ухудшают кровоснабжение мозга и вызывают довоскулярную деменцию. Следующее – это деменция, связанная с телами, так называемая люи-боди, деменция, начиная по-русски, как это называется, деменция, с телами люи-сэйли, леви. Это генетическое заболевание, которое передаваемое по наследству, и оно названо по имени обнаружившего его ученого, и связано оно с тем, что в мозгу появляются такие мельчайшие лица, которые являются токсичными и вызывают гибель нейрона. Это заболевание, трудно очень поставить диагноз, потому что у него симптомы как Альцгеймера, но немного менее выраженные, медленные, и также симптомы болезни партензона. И почему важно поставить диагноз именно этого заболевания? Больные с деменцией, больные с телцами люи-боди, они очень чувствительны к антипсихотическим лекарствам, поэтому, в общем-то, зная этот диагноз, этим больным нельзя давать антипсихотические препараты, они вызывают у них резкое ухудшение заболевания. Еще один вид деменции фронта, имборальная деменция, более редкая, она бывает в 5-10 случаях, значительно реже, значительно менее изучена. Вот причины ее мало изучены, также она является наследственным заболеванием. И сейчас, правда, выявили, что при этом заболевании наблюдается некоторое изменение. При сканировании, если делать эморай, то обнаруживает изменение в малюсенькой такой части мозга, которая называется инсула, островок. И вот в этой части мозга выявляются некоторые изменения, которые могут служить как бы маркером этого заболевания, и, может быть, в дальнейшем, зная крещину, можно будет каким-то образом уже повлиять и на это само заболевание. К редким формам деменции можно отнести и заболевание, как болезнь Ханктингтона. Это наследственное заболевание, которое характеризуется и симптомами, такими как и болезнь Альцгеймера, а также очень резкими хаотичными движениями, раньше это называлось хореей. Но также потеря памяти, спутанность сознания, и ген этот является доминантным, который вызывает это заболевание, дефект гена, который вызывает этого заболевания. И все, у кого есть этот эффектный ген, они, в общем, заболевают этой болезнью Ханктингтона. И еще одно редкое такое заболевание можно привести болезнь Крейдсфельда Якова. Это смертельное заболевание, которое течет очень быстро, и бывает оно очень редко, к счастью, примерно один случай на миллион. Ну и теперь самое частое заболевание. Я уже говорила, причина деменции, это болезнь Альцгеймера, это 60-80% всех случаев деменции. Она характеризуется прогрессивным расстройством деятельности мозга, которое вызвано гибелью нервных клеток, гибелью, также разрушением связей между клетками, синаптических связей. Эта болезнь протекает прогрессивно, и начинается она с нарушения вот этих нервных клеток в гиппокампусе, поэтому первым признаками является нарушение кратковременной памяти. Затем переходит эта атрофия, но эти все нарушения, гибель клеток во фронтах, в темпоральную, в глубно-височную долю, и тоже, значит, поражается, дальше поражается память, поражаются когнитивные способности, и кончается это тем, что человек практически перестает общаться с окружающим миром. Причины до сих пор, точно 100% причины заболевания, неизвестно, а сейчас очень большое внимание уделяется наличию таких протеинов, которые связаны с амилоидами протеинов, которые накапливаются в нервных клетках и между нервными клетками, и в основном эти скопления состоят из бета-амилоида. Бета-амилоид токсичный, и он вызывает при его накоплении гибель клетки и также нарушение работы с амилоидом. В общем, бета-амилоид имеется при любой деятельности нервной клетки, но обычно его избыток выводится из нервной клетки. Вот если это становится нерастворимым и накапливается в клетках, это уже может привести к гибели клетки. Кроме того, в последнее время большое внимание уделяется обрегнадерным пресканированием такие ненормально скрученные сплетения протеина ТАУ. Только этот протеин в норме необходим, он образует в аксонах образуют трубочки и через эти трубочки помогает, чтобы через эти трубочки проходили питательные вещества и выводились наоборот, выводились токсичные вещества. Но вот вместо того, чтобы образовывать трубочки, образуются такие сплетения, скрученные сплетения, которые, наоборот, не дают возможности проходить через аксон питательным веществам, выводиться где-то ненужным веществам, проходить информацию. И поэтому сейчас есть такая идея, что связано вот это изменение ТАУ-протеина, превращение его из трубочек в такие сплетения, связано с изменениями в энзиме, который называется ПИН-1. Этот энзим играет важную роль в том, чтобы ТАУ-протеин находился в нормальном состоянии. И сейчас считается, что как бы триггером, спусковым крючком при заболевании Эсгеймера, ну так, последние данные так предполагают, является именно этот ТАУ-протеин, и когда он нарушается, то тогда уже в клетках может скапливаться бета-амилоид, который и вызывает уже потом разрушение клеток. Кроме того, еще одна из возможных причин это снижение уровня некоторых нейромедиаторов. Я уже говорила о нейромедиаторах, которые необходимы для того, чтобы переносилась информация, и вот они, значит, их снижение, особенно вот снижение ацетилкалина, нортрептилина, они очень важны для памяти, для обучения, для когнитивных функций, и их снижение тоже приводит к болезни Эсгеймера. И еще одно, которое самое последнее выявлено, такая возможная причина, это наличие определенного протеина, который называется протеин РЭС, возможно, он играет жизненно важную роль в защите стареющего мозга от влияния всех этих вредных факторов. Раньше считали даже, что наоборот этот протеин он вреден, но последние данные проведены эксперименты на животных показали, что прямая корреляция между количеством наличия протеина РЭС и изменениями в тех отделах мозга, которые у человека отвечают за память, за когнитивные способности, нашли у животных прямую корреляцию. также исследовали мозг умерших и тоже выявили такую корреляцию, что те, у кого было наименьшее количество протеин РЭС, у них самое хуже состояние памяти и когнитивные способности при их жизни. К факторам риска. риска болезни от генера. Во-первых, это все те факторы риска, о которых я говорила, которые являются факторами риска при так называемом нормальном старении организма. Кроме того, еще дополнительные факторы риска болезни. Во-первых, это наличие у некоторых людей дефектных генов. генов, которые являются доминантными генами и которые определенно приводят довольно раннем возрасте к болезни Альцгеймера. К счастью, такие случаи всего наблюдаются в 2-3% болезни Альцгеймера. наличие дефектных генов. Но имеется примерно около 20 таких генов, не являющихся такими определяющими, но которые являются факторами риска, увеличивающими возможность развития болезни. И считается, что примерно 80% больных имеют какие-то из этих генов. И самый главный, самый важный фактор риска, он связан с липопротеином, который называется АПОИ. Липопротеин И. Этот липопротеин имеется у всех людей, он ответственный за перенос холестерола, перенос различных жиров других липопротеинов в крови. И он имеется в трех вариантах. То есть ген, определяющий его, может определять три варианта этих протеинов. Один это липопротеин, И2, липопротеин И3, и липопротеин И4. Вот липопротеин И2, он наоборот является защищающим от заболевания, но он имеется всего в двух, если две копии этого липопротеина имеется всего в 4% людей. Липопротеин И3 это чаще всего встречающийся, примерно у половины имеется два варианта этого липопротеина и две копии, и он нейтральный. А вот липопротеин И4, он является фактором риска для болезни Альцгеймера. если имеется одна копия этого липопротеина, это увеличивает риск Альцгеймера на 25%, если имеется две копии на 50%, в то же время возраст, в котором является, ставится диагноз болезни Альцгеймера, также изменяется. если в среднем без этого фактора он 84 года, то при одной копии это уже 75 лет, а при двух копиях этого варианта это 68 лет. Ну, надо еще сказать, что очень часто, конечно, бывают смешанные формы деменции, то есть может быть болезнь Альцгеймера, и в то же время как у этого человека довольно часто эвоскулярная деменция, или другие варианты сочетания разных видов деменции. И, в общем-то, больше имеет значение даже не то, какая комбинация, не то, какой гид деменции, а тяжесть этого заболевания. Ну, дальше уже мы переходим теперь непосредственно профилактики. Профилактики нарушений памяти и когнитивных способностей. Ну, во-первых, я уже это сказала, еще раз скажу, что очень многие факторы, очень многие способы профилактики, они относятся как к профилактике возрастных изменений, так и к профилактике болезни Альцгеймера, большей части к профилактике воскулярной деменции, очень незначительной части к болезни фронтотемпоральной деменции и вот, конечно, вот эти виды деменции, которые генетические, и, в общем, причина их пока слабо изучена, в общем, профилактики их пока не существует. Ну, а если говорить оборотивных формах видов деменции, то тут надо сказать причину, знать причину, конечно, нужно реликвидировать или уменьшить эту причину, это и будет профилактика. Ну, сначала надо сказать таких об общих положениях касающихся профилактики. Я уже говорила, если раньше считали, что стареющий мозг как бы уже гибнут необратимо, гибнут клетки и в общем-то ничего сделать нельзя, сейчас считается, что можно есть способы повысить нейропластичность. Нейропластичность это способность мозга в общем-то расти, изменяться, это возможность укреплять синаптические связи, возможность укреплять аксон и даже возможность нейробенезу, то есть появлению новых клеток. И очень важно, конечно, чтобы вот эти профилактические, все профилактические мероприятия проводились активно, регулярно, постоянно, ну, это такое общее положение. еще хочу я сказать, что огромное, огромное количество всяких исследований есть по профилактике, по разным видам профилактики, эти, не только исследования, а просто публикации, и часть этих публикаций научная, часть ненаучная, и я останавливаюсь, во-первых, на публикациях, которые, ну, на тех, на тех, которые опубликованы в научных медицинских журналах, и в течение последних двух-трех лет. начнем с первого фактора, это решение проблем со здоровьем. Ну, это, в общем, исходя уже из факторов риска, можно сказать, что одним из таких факторов это является ухудшение сердечно-сосудистой деятельности, которая, понятно, уменьшает кровоснабжение воска и таким образом, конечно, улучшение общего состояния здоровья, улучшение состояния сердечно-сосудистой систем отражается внуляформа и на деятельности мозга. Повышение кровяного давления имеет тоже большое значение. Есть такие данные, что повышение кровяного давления на 40 единиц в течение длительного времени проводит, приводит к 10 годам старения. Поэтому, конечно, снижение давления тоже важно. Также важна нормализация холестерина, снижение с помощью статинов или каких-то других способов, снижение уровня плохого холестерина, наоборот, повышение уровня хорошего холестерина. есть данные, что хороший холестерин выявили, что те, у кого был высокий уровень хорошего холестерина, больше, чем 55 мг на деколитр, имели на 60% меньше случаев Альцгеймера. И еще одно обследование такое. Обследовали 85-летних людей и показали тоже, что у людей, у которых низкий уровень хорошего холестерола, в два раза чаще развивалось нарушение памяти, когнитивных способностей, развивалась деменция чаще, чем у тех, у кого был высокий холестерин. Выраженные депрессии могут быть признаки деменции, как при Альцгеймере. Так может быть глубокая депрессия, она вызывает нарушения памяти, нарушения способностей когнитивных. Поэтому, когда мы видим такие нарушения, сразу нужно сначала обращать внимание, не является ли это следствием депрессии. И попытаться сначала бороться с депрессией. Уже если мы видим, что депрессия не только не связана с депрессией, нужно искать другие причины депрессии. Если депрессия больше, чем две недели длится, то, конечно, нужно обращаться к врачу и медикаментозными и другими методами бороться с депрессией. Очень важное значение в снижении умственных способностей является диабетом. Тут несколько таких причин, которые считаются, как связан диабет с наличием депрессии. Во-первых, это поражение капилляров, поражение сосудов, ухудшение кровоснабжения мозга таким образом. Кроме того, считают некоторые теории воздействия диабетом на умственные способности. Одно из них это нарушение кровоснабжения, второе это считают, что высокий уровень глюкозы оказывается. является токсичным для клеток мозга. Или высокий уровень, когда инсулином появляется. Первое всплески высокого уровня инсулина тоже могут мешать разрушению БЭК-энтологика. Есть данные, много данных изучали как изучение связи диабета с наличием деменции. Например, показано, что одно из таких исследований изучали 800 лиц старше 50 лет с диабетом и нашли, что у них на 65% больше был риск развития ансгеймера и изменения в некоторых активных тестах. Вот это все связанные с проблемами здоровья. Второе это борьба с вредными привычками. Испоединение вредных привычек. Это второй такой пункт профилактики. Но из вредных привычек я упоминаю главные, основные считаются это курение. Курильщики показано в многих исследованиях, что курильщики имеют больше риск, чем некурящие получить такую деменцию. Так, исследование курильщиков старше 65 лет показало, что в 3,7 раза чаще наблюдалось у них снижение когнитивной способности через год начало наблюдения по сравнению с некурящими. Я проведу анализ 37 исследований, которые выявили 37 исследований были проанализированы и выявлены, что 30-40 процентов чаще проявляются признаки деменции у курящих, чем у некурящих. И тут же надо отметить, что даже те, которые не курят, находятся в окружении те, которые курят, также, к сожалению, имеют ухудшение. Поэтому очень важно в профилактике, конечно, очень важно искренять эту привычку. и вторая причина этого воздействия является воздействие на кровеносные сосуды, которые снабжают кровь к питанию. Кроме того, еще обращают внимание, что при курении возникает, повышается уровень такой аминокислоты гомоцистеин, который связывает также с ухудшением когнитивных функций, а также уровень воспалительных процессов. Эффект алкоголя, также неумеренного длительного употребления алкоголя, тоже вызывает отрицательное воздействие на усынные способности, и даже употребление в общей жизни больше, чем три раза увеличивает риск развития последующей жизни, риск развития нарушений различных вплоть до деменции. А с другой стороны, сейчас есть такие данные, что небольшое употребление алкоголя, так называют один, так сказать, один дринк для женщины, два дринка, для мужчины, они даже могут оказывать положительное воздействие, что связывает с тем, что с расширением сосудов, при этом и улучшением кровообращения. И теперь большой вот инфактор, который называется диета. Диета. По применению различных видов различных диет имеется огромный огромный материал. И материал, конечно, всегда нужно к нему относиться критически. Есть научные данные, есть ненаучные данные, но в общем есть много научных данных, которые показывают, что действительно правильная диета имеет значение для отсрочки и уменьшения появляющихся с возрастом и не с возрастом, а при патологии различной появляющихся проблем. Так, вот большой материал, последнее такое исследование научное, проведенное очень научно-правильное, то есть исследовала большая группа людей, которым давали определенную здоровую пищу, это пища, которая включала большое количество овощей, фруктов и растительных жиров и исключала такие некоторые вредные продукты, а другая группа людей, они питались обычной, так сказать, западной пищей, которая включала много жареного мяса, насыщенных жиров, колбас, и прочих таких. И вот через 4 года, 4 года проводилось это исследование, через 4 года у лиц при сканировании мозга обнаружили, что объем гиппокампуса, который очень важен для памяти особенно, при сканировании мозга увеличился объем, в то время как у второй группы лиц это были пожилые люди, наблюдалось уменьшение в объеме гиппокампуса, также этим людям проводили и тестирование, и тестирование тоже показало, что первая группа было даже улучшение показателей, тогда как у второй группы ухудшение. В настоящее время такими полезными, профилактическими считаются три виды диет. Первая, которая уменьшает, связана с уменьшением риска, снижение памяти, снижение когнитивных способностей и деменции. Первая это так называемая DASH диета, по-английски это dietary approach to stop hypertension, то есть отходы, остановки гипертензии, повышенное давление гипертензии. эта диета разработана американскими учеными и она разработана для больных на профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Одновременно эта диета показана, что она хорошо влияет также на профилактике и изменении памяти и когнитивных способностей. Вторая включает это диета состоит большое количество овощей, фруктов, небольшое количество мяса, рыбы, птицы, нежирные и молочные продукты, орехи и растительное масло. И не исключаются или ограничиваются насыщенные жиры, которые имеются в жирных молочных продуктах в жирном мясе и ограничиваются также сладости. В общем, в основном это. Второй вид диеты это диета средиземноморская, средиземноморская, которая в основном питаются ею жители Средиземноморья, ну и сейчас в Европе она очень распространена, это диета медитариан, диета или диета средиземноморская. Она во многом совпадает с диетой предыдущей, но некоторые отличия. Эта диета тоже включает большое количество фруктов, овощей, но упор делается на очень большом применении рыбы взамен всех других мясных рыб, птицей и мяса и на большом употреблении оливкового масла. А также туда входят бобовые, орехи, цельное зерно, цельное зерно в первой диете тоже упоминается. И третья диета, диета, которая называется МАЙНД, она представляет собой комбинацию первой и второй диеты. Она предложена чикагскими учеными, которые очень долго и тщательно выявляли действия разных компонентов первых и двух диет и выбрали из них, по их мнению, выбрали из них самое лучшее, что лучше всего влияет на профилактику этих изменений. Это диета, название ее такое довольно сложное, называется она ЧМУ-МАЙНД, Милитариян Интервеншн Фонер Дегенер Делэй, то есть МАЙНД. Это по-русски это так звучит, влияние для предотвращения нейродегенеративных изменений. Это диета связывает ее с резким сокращенным, таким хорошим профилактическим действием, и она отличается от первых двух диет, что если первые две диеты требуют строжайшего соблюдения этой диеты, то при этой диете МАЙН даже не обязательно такое твердое полное ее исполнение, но даже небольшие изменения в сторону этой диеты уже оказывают хороший эффект. Эта диета включает 10 таких здоровых продуктов. Сюда относятся цельнозерновые продукты, зеленые, листьевые овощи, все остальные овощи, ягоды, небольшое количество мяса, птицы, рыбы, также оливковое масло, орехи, бобовые, что еще, еще оливковое масло сказала, и вино, по-моему, все назвал. Отличается она от других диет тем, что очень большое внимание уделяется зеленым, листьевым овощам, и из фруктов в общем-то только основное внимание уделяется ягодам. Считается, что именно ягоды оказывают такое профилактическое действие. И ограничивает эта диета также применение как и предыдущей диеты насыщенных жиров и насыщенных жиров и частично гидрогенизированных жиров, которые бывают в обработанной пище, а также сладости, печеного сладости. Не ограничиваются молочные продукты за исключением сыра и масла. Вот проведено много исследований уже в настоящее время по применению вот Майн вот этой Майн диеты. К примеру, вот изучено более чем девятьсот пожилых людей, которые не имели мыслительной снижения памяти, мыслительной активности в начале и обследовали их в течение пяти лет и выявили, что это исследование было так сказать эпидемиологическое, то есть просто брали группу большую людей и обследовали их в течение пяти лет и выявили, что у тех людей, с которыми диета была наиболее приближенная к этой диете Майн, у них давали, у них были самые лучшие результаты и в другом исследовании исходном показали, что примерно это улучшение равнялось семи с половиной годам более молодого возраста и также у них реже развивалась при использовании этой диеты реже развивалась деменция, в том числе и болезнь позже и реже болезнь альцгеймера и те, кто больше всего придерживался этой диеты. Еще раз повторю, что эти исследования были эпидемиологические, то есть они просто брали людей, наблюдали их и потом сравнивали и даже если проводились конечно статистические такие обработки статистические, то конечно сто процентов нельзя было сказать, что это причинно-следственное связь от пепелей. Диета Маймд считается первой по легкости ее применения и международной классификации и второй после ДЭШ, то есть после диеты, которая направлена на улучшение соответственно-сосудистой заболевания. еще есть некоторые данные о многих данных, но я приведу это в получение, некоторые о применении таких узконаправленных, влияние такого узконаправленного на определенные какие-то факторы питания, например, показано, что увеличение, ну, изменение, нормализация витамина ВМ-12, я уже это упоминала, очень важна для профилактики, также витамина К, так показано, например, что те, кто употребляет продукты, включающие витамин К, в два раза реже у них было изменение когнитивных способностей. Очень важно нормальное содержание витамина Д, поэтому очень важно проверять витамин Д у пожилых людей, и если он снижен, то, конечно, профилактика в том, чтобы витамин Д не вырабатывается в организме, то у пожилых людей часто его снижение, и, в общем-то, тут желательно применение в виде витамин витамина Д. Вот при большом таком исследовании выявлено, что у лиц с витамином с дефицитом витамина Д витамина Д в 2-3 раза чаще развивается когнитивная недостаточность. Вашей также являются и все другие витамины, которые, в общем-то, должны быть в норме, но тут надо сказать, что раньше считалось полезным применение очень больших доз витаминов, века доз, то сейчас в общем-то считают, что в основном конечно желательно получать витамины с пищей, и только если это невозможно, то тогда уже давать витамины в таблетках и именно те витамины, которых не хватает в организме. Важно также баланс употребления минералов для нормального функционирования мозга необходимы такие минералы, как магний, цинк, хром, селениум, не говоря о всех таких витаминах. Остальных минералов, африкаций, железо. Некоторые исследования показывают отдельно специальное влияние орехов, влияние омега-3 жирных кислот, влияние кофеина, положительное влияние, влияние лютеина, влияние холина, которые участвуют в образовании ацетилхолина. Ну, в общем, есть много исследований, которые показывают, что в общем-то диета доказана, что в общем-то диета имеет какое-то влияние на то, чтобы на пашилактику вот как нормального изменения, так сказать, нормального возраста, так и отодвигания или изразления в общем-то деменции связанных других видов, некоторых других видов деменции. Дальше ожирение. Ну, это связано с диетой, показаны исследования сделаны, показаны, что ожирение тоже влияет на функции мозга и ожирение даже в любом возрасте, даже ожирение в среднем возрасте может потом пожмот возрасте вести к увеличению, ухудшению состояния здоровья мозга. в среднем возрасте тут надо говоря о вреде ожирения нужно сказать, что показано сейчас, что лица наоборот, у которых в пожилом возрасте вес ниже нормального, в общем, это тоже не является полезным для функционирования мозга, для сохранения нормальной памяти, когнитивных способностей, в общем-то, тоже желательно добавить его до нормы. Дальше переходим к физической активности. Физической активности тоже посвящено очень много исследований. И последние исследования показывают, что просто не сокращать время. Время пору не только начинать. Ну, сокращаться. фактической части. Да, ладно, физическая активность, физическая, буду коротеть. Не буду говорить тогда на отдельных исследованиях, а просто назову. Ну, физическая активность показана, что любые изменения физической активности, они то есть из сидячего, из неактивного образа жизни переход к активному, он уже улучшает функцию мозга. Это связано, во-первых, с улучшением кровообращения, во-вторых, с тем, что нейрографический фактор мозга начинает работать, который способствует нейрогенезу. Не буду называть, какие исследования, сколько людей обследовали, скажу только, что физическая активность, это разнообразная физическая активность, во-первых, она включает три основных вида, это аэробика, которая включает быструю ходьбу, бег, плавание, везду на велосипеде, силовые упражнения и упражнения, и физические упражнения, поддержание статуса такого баланса. баланса. И все виды активности улучшают деятельность мозга, особенно, когда используются все эти виды активности, все три вида активности. В последнее время большое внимание уделяется таким древним китайским видам активности, как йога и тай-чи. Есть такие уже исследования научные о том, что занятия йогой и занятия тай-чи, они положительно влияют на активность мозга. Социальная активность очень важна, то есть люди, которые одинокие, никак не связаны, не активны социально, они также имеют худшие показатели, чем люди, которые или занимаются волонтерской активностью, или просто социально активны, исследования показывают, что эти люди значительно чаще сохраняли молодой мозг. И очень важным разделом, осталось времени мало, но это очень важный раздел, это умственная активность. Умственная активность стимулирует, способствует нейрогенезу, то есть способствует образованию новых нейронов, способствует усилению синапса, увеличению количества синапса, укреплению аксонов, то есть она очень положительно влияет на сохранение памяти и сохранение когнитивных особенностей. Мало было сведений о том, как влияет такая умственная активность, когда начинают ею заниматься больше люди в пожилом возрасте. Но в настоящее время есть такие уже исследования научные, публикации о том, что даже в пожилом возрасте, если человек начинает заниматься умственной активностью, это положительно влияет на его функции мозга. Ну и много исследований о различных видах, какие же лучшие виды умственной активности. И при этом большое внимание в специальное исследование, специальное исследование посвящено видеоиграм. Во-первых, показано, что, во-первых, очень важно сказать, что, если человек занимается обычной, привычной деятельностью, такой, как чтение, слушание музыки, разгадывание кроссвордов, или на компьютере играет, те же игры, это, в общем, тоже лучше, чем вообще ничего не делать, но это значительно меньше влияет на укрепление, на профилактику, чем если человек занимается какими-то новыми, любыми, новыми видами деятельности. Вот, если человек начинает заниматься или изучением нового языка, или там музыку, начинает учиться играть музыки, или учиться даже какими-то, какие-то там делать руками что-то новое, то это гораздо лучше влияет, значительно оказывает лучше профилактический эффект. А вот что касается видеоигр, то показано, во-первых, что время занятий на компьютере играет очень большое значение для тех людей, даже, которые знают компьютер, то чем дольше, так сказать, они этим занимаются на компьютере, тем лучше это для профилактики, и кроме того, при изучении видеоигр обнаружено, что лучше всего влияют активные так называемые видеоигры, то есть это видеоигры, которые быстро, там, где нужно быстро очень реагировать, быстрые, активные игры, и эти игры, они усиливают внимание, усиливают быстроту переработки информации, и еще важно наличие резервы, наличие когнитивного резерва. Когнитивный резерв, он как бы накапливается в течение всей жизни, есть исследования, которые исследовали людей в течение 30 лет, начиная с детства, и изучали, начиная с детства, и вот считают, что когнитивные резервы играют большую роль, но когнитивный резерв, в когнитивном резерве важно образование, но не обязательно это образование, такое обучение в школе, там или в институте, а это очень важно обучение, различные виды обучения, например, изучение второго языка очень улучшает, так сказать, показатели вот эти профилактические и так же музыки обучения, любые-любые новые такие вот виды обучения, и тут такой мне показали такой интересный факт, который как бы иногда вызывает недоумение такое, а оказалось, что это факт, что снижение когнитивных способностей, оно неплавное, неплавное, стабильное, а так оно вообще идет сначала небольшое замедление, когда доходит до какой-то определенной точки, начинается быстрое изменение, так вот у людей с большим когнитивным запасом вот эта точка, она откладывается, и поэтому вот у них начинаются изменения в памяти, изменения когнитивных способностей, так же как и при болезни Альцгеймера, и нормальных изменений, так сказать, они начинаются значительно позже, но зато, когда уже эта точка пройдена, то, к сожалению, тогда вот этот процесс идет намного быстрее, как бы наблюдается сжатие болезни, ну и при болезни Альцгеймера, так, ученые считают, что это хорошо, когда начинается заболевание намного позже, но само заболевание протекает быстрее, ну вот это что касается в основном что касается мыслительной активности, теперь сейчас будем кончать, перечислить только, влияет значит еще влияет еще стресс, стресс, то есть люди на когнитивную эту способности тоже показано много данных о влиянии стресса, о влиянии нормального длительного непрерываемого сна, тоже положительно влияет также и дневной сон, что еще, ну и много исследований посвящено загрязнению окружающей среды, в частности вот можно сказать, что люди, которые живут в городах выхлопными газами и прочими загрязнителями у них раньше начинаются изменения. Что еще у меня дальше? Профилактики, ну все, можно еще сказать, что конечно это все отдельные я говорила факторы, очень важное значение имеет комплексное применение не отдельных факторов, а применение этих факторов в комплексе. Можно показать, это я уже говорила, перечислила, стресс, сон, сон, комплексный подход, и потом еще не могу не сказать два слова, о лекарственной терапии, не терапии, а профилактике. Терапии, к сожалению, пока еще об и нет, но подходы к лекарственной профилактике уже не верятся. Вот это просто картинка, которая говорит о том, что вот уже есть успехи. Есть успехи, это долекарственная, это успехи в комплексном вот этом применении различных видов профилактики. И дальше, наоборот, раньше там лекарственная профилактика, но лекарственная профилактика, лекарственная профилактика, которая включает в себя препараты, влияющие на нейромедиаторы, стимуляторы и антитела. Антитела против бета-амилоида и против таупротеина. Все эти препараты, которые может быть могут профилактически влиять, они находятся в стадии разработки, некоторые на животных, некоторые в стадии и второй, третьей стадии уже испытания на людях. На этом я закончу. За неимение. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ